Сегодня предлагаю посмотреть вам парад закамуфлированной техники, который проводился в рамках фестиваля ярмарки Берестейские сани. Возглавлял его вот этот паровоз от Белорусской железной дороги, а вернее ее филиала Барановича. Под обликом паровоза скрывался МАЗ-4370 зубренок, если кто не догадался. Далее у нас следует электровоз БКГ-2. Да, токоприемников не наблюдается, но в остальном машина закамуфлирована очень хорошо и выглядит очень похоже. В качестве носителя здесь использовался автопоезд с тягачом МАЗ-5440 и соответственно трехосным полуприцепом. Следом за ним у нас идет МПТ-6, мотовоз погрузочно-транспортный. Это если кто не узнал, что же такое у нас сейчас проезжает. В качестве носителя здесь использовался МАЗ-4370-1 Корнет. На самом деле предлагаю тем, кому совсем скучно, попытаться угадать, что же за техника скрывается под масками. Потому что некоторые образцы закамуфлированы легко, а некоторые ну очень серьезно. И приходится действительно гадать, что же там такое находится. По самому мероприятию Берестейские сани это крупномасштабная тусовка, которая проводится ежегодно по Брестской области. В этом году выпало принимать ее Барановичем. Барановичи постарались. Собственно, большинство техники, которая здесь представлена, это именно предприятия города Барановичи, либо филиалов каких-то Брестских, но тоже работающих в городе Барановичи. Сейчас перед вами проходит техника, которая относится к парку животных Деприз. Впереди идет, естественно, ВАЗ-2121 Нива, которая хорошо известна. В прицепе у нее клетка с животными. И погрузчик Маниту. Достаточно популярная для Белоруссии модель. В прицепе у нее тоже животные. Обратите внимание, практически все машины сопровождаются артистами. Из-за этого, может быть, кто-то посчитает, что технику видно плохо. Но, увы, как есть. Разгонять их, естественно, мне никто не давал. Это идет Барановичский автобусный парк. Тем, кто хорошо разбирается в автобусах, я думаю, уже понятно, что перед вами МАЗ-103. Тем, кто не очень, соответственно, придется гадать. Машина идет в городской версии. Просто с этой стороны дверей не видно. Дверей у нее три. Но определить конкретно модель я так и не смог. Потому как номера оказались полностью скрыты. А это автомобиль Блакита. Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Они выбрали для своей инсталляции автопоезд с бортовым грузовиком МАЗ-4371 «Карнет» и МАЗовским же двухозным прицепом. Кстати, чтобы довести вот эти все конструкции до места парада, участникам пришлось очень сильно постараться. Потому что какими бы ни были ровными барановичские дороги, но они там не очень ровные, растрясти вот это вот сооружение из папье-маше, фанеры и так далее, было проще простого. И многие перед парадом доводили назад до ума то, что рассыпалось по дороге. Это у нас Барановичский водоканал. Ну, я так понимаю, что «Газон-Некст» вы узнали достаточно легко. Для тех, кто уже заинтересовался, посмотрев на прошедшие машины, вопросом «А не замерзнут ли тут участники?» Я спрашивал то же самое. Организаторы меня заверили, что костюмы у них сделаны качественные, в них тепло, и когда были предварительные смотры этого всего, участники даже успели вспотеть. Но, не знаю, лично мне было не очень жарко во время этого мероприятия. Это у нас идет Барановичский станкостроительный завод «Атлант». Они взяли в качестве тягача «Мазман» FE26.410. Скажем так, не очень частая машина даже для Белоруссии, хотя вроде как «Мазман» белорусский производитель. Из нюансов. Парад проходил недолго. В принципе, около 15 минут вся техника через конкретную точку прошла. Однако дальше машины в центре города останавливались, и можно было ходить, рассматривать их более подробно, кому было интересно. В замечательной шапочке у нас скрывается МАЗ-6312, а демонстрирует он Барановичский хлебопродукт. Ну, собственно, по мельнице с печкой вы можете об этом догадаться и сами. Изначально заявлялось, что на мероприятии будет машин примерно в полтора раза больше. Не могу сказать, почему были не все автомобили, однако и без того зрелище получилось достаточно яркое, и стоящие рядом со мной зрители периодически восклицали «Ой, как здорово! Ой, как круто! Смотрите, как красиво!» То есть, несмотря на кажущуюся ненужность, жители города мероприятие оценили положительно. Это у нас Барановичские электросети филиала «Брест Энерго». Ну, тягач МАЗ-5432, я думаю, вы узнали без проблем. Кстати, пара МАЗов была специально с заклеенными наглухо до зеркального блеска стеклами. Честно говоря, даже не знаю, сколько сил они потом потратили, чтобы эту красивую пленочку отодрать и привезти машины в тот вид, в котором их допускает к эксплуатации белорусская госавтоинспекция. А теперь у нас самый древний участник из всего, что я увидел на мероприятии, это старичок Мерседес Бенц. Причем представило его, ну, как по мне, самое богатое предприятие, которое должно быть вообще в наше время. Это Брестский ликероводочный завод «Белалка». Я специально организовал вам эти 20 секунд тишины, чтобы вы смогли прочувствовать. Любая заминка на подобном мероприятии очень заметна. В данном случае участники не успели вовремя забраться на фуру, поэтому я был вынужден смотреть на данный Мерседес в течение 7 минут. По ощущениям, вышло очень долго. Впрочем, дальше парад продолжился как по маслу. И вот перед вами инсталляция Брест-Жилстроя в виде автопоезда с тягачом МАЗ-54-40 «Простор». Вот этот замок, который возведен на трехосном полуприцепе, по задумке должен был достраиваться в течение маршрута. Не знаю, что там ребята в реальности достраивали, но выглядел он как полностью готовый продукт. Впрочем, если замок был полностью достроен и все опознавалось легко, то сейчас вы увидите единственный автомобиль на мероприятии – марку. И даже модель которого я не смог угадать со стопроцентной гарантией. Савушкин продукт умудрился запрятать кабину своего грузовика в терем-теремок так, что видно было только кусочки крыши над лобовым стеклом. По логике, так как большинство автомобилей, которые были в параде, являлись продукцией МАЗа, здесь тоже должен быть МАЗ. Либо третьего поколения МАЗ-53-36, либо уже четвертого поколения МАЗ-53-40. Не знаю. Могу предположить, что это даже корнет. Как видите, полная маскировка, никаких опознавательных знаков, даже колеса толком не видны, чтобы определить, ну что же там такое. Если догадаетесь, буду рад послушать вашу версию. Хотел бы также отметить, что кроме техники, участвующей в параде, было достаточно много машин, которые выставлялись просто в городской экспозиции. Пожарная машина, украшенная под Деда Мороза. Скорые помощи, какие-то беспилотники. Можете походить по интернету, думаю, поисковик Берестейский сани выдаст вам массу фотографий, и вы сможете увидеть, что же еще показывалось в рамках данной ярмарки фестиваля. Я отдельный материал не делал, но кто ищет, тот найдет. Возвращаясь к параду. Птицефабрика Дружба И МАЗ-4371 Корнет Замаскированная машина вроде простенько, познается легко, но вот эти замечательные артисты перед машиной, а также не менее замечательное яйцо с крыльями и вон тот ядреного цвета цыпленок вызвали у публики столько эмоций, что можно было сказать, что это были чуть ли не аплодисменты, которые переходят в овации. В общем, как оказалось, это самый эмоциональный грузовик, который проходил в колонне. Ну и завершал парад вот этот автопоезд Брестского мясокомбината с тягачом Вольво FH-460 и трехосным полуприцепом Кёгель. Подводя итог, могу сказать, что по впечатлениям получилось достаточно ярко. Дым из труб, искры из глаз, грохочущая музыка и яркое сопровождение. Эмоционально круто. Надеюсь, подобные мероприятия останутся в Белоруссии, потому что вот в такую пасмурную, непонятно дождливо-снежную погоду все это выглядело очень эффектно. Мне остается с вами попрощаться. Ну и еще раз поздравить вас всех с наступившим Новым Годом. Пусть он будет ярким, как это мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова